Здравствуйте, в эфире программа «История башкирских родов». У микрофона Максим Курников и вместе со мной в студии Салават Хамедуллин, руководитель автономной некоммерческой организации «Шижерес». Здравствуйте. Здравствуйте. Будем говорить о роде Тазвар. Я сразу скажу, что меня зацепил, как человек, который не владеет тюркскими языками, но учил когда-то их, какие-то представления имеет. Мне сразу бросилось в глаза, что это множественное число Тазвар. Почему так? Почему другое название? Просто, например, «Коршин». А здесь во множественном числе принято называть. Таз с тюркского переводится как «плешивый». Является ли этноним отражением вот такой прямой этимологии тоже, в общем-то, вопрос. Ну, нужно рассматривать этот вопрос и дальше изучать. Что касается рода Тазлар, много-много всего было сказано, поскольку вроде бы ясная этимология – Тазлар, плешивый, да, плешивый. И тут, естественно, как же тут избежать того, чтобы не соотнести с известиями Геродота о плешивых аргипеях. Геродот пишет, что на Южном Урале живут плешивые аргипеи, а там вот как раз он описал восточную часть, восточную Европу, а там кроме Урала нет никаких гор. У подножия высоких гор обитают люди, о которых говорят, что они плешивые. И отсюда еще до революции Соколов предположил, был такой исследователь Оренбургский. Это как раз вот и есть те вот эти тазларовцы, это и есть плешивые аргипеи. Потом это все перекочевало и в работы Кузеева. Ну, естественно, это в виде предположения, потому что очень сомнительно Геродот, это какой, значит, пятый век до нашей эры, и что вот это какая-то этимология там вот, чтобы передавалась. Это может быть совпадение. Это, конечно, это сто процентов совпадение, и я вряд ли думаю, что это имеет какое-то отношение к действительности. Тем более, что все-таки слово-то тюркское, да, и оно не только у башкир, как название, как этноним встречается. Согласен. И вот, скажем, что-то похожее уже на правду. В сокровенном сказании монголов перечисляются те племена, которые, значит, покорил Джучихан. И уже вот он пишет, что когда он покорял лесные народы, там перечисляются народы, и вот одно из этих народов, каких-то алтайских, да, там сокровенное сказание называют племя Таз. Таз или Таз. Вот. Это уже, скажем, более близко к истине, поскольку род Таз есть и у казахов, есть и у алтайских народов, вот, и, соответственно, какая-то часть попала сюда в Башкирии, но в Башкирии, в общем-то, почему-то их этноним зафиксировался во множественном числе. Тазлар может быть, может быть, опять же, это в качестве предположения, потому что ведь подразделение Таз, вот и был, собственно, род Таз и тазларская власть, но подразделения Таз, они фиксируются в составе ещё других многих родов. Есть они и у табынцев, есть... И вот обратите внимание, есть вот на территории Зианчуринского района, на самом юге, там, по-моему, даже какая-то горнолыжная база, там тоже деревня Тазларова. И вот вы топонимов, название Тазларова, вы по всей Башкирии найдёте их несколько. И все они раскиданы по разных странах. Не только, кстати говоря, я вот смотрю, есть река Тасс, это приток Аби, например, да? Ну, да. Ну, то есть это распространённое тюркское такое название. Это очень распространённое. Потом было распространено и в анамастиконе Кипчаков, то есть когда мы поднимаем русские летописи, брата Баняка звали Таз. Ну, может, это просто имя, может быть, к анониму это не относятся, но всё же вот эти анамастика нам почему-то подсказывают, что это было очень такое распространённое название. Мы не можем, конечно, точно сказать, что это, но всё-таки... Давайте только отметим, что, опять же, если мы говорим о других народах, у казахов тоже есть племя ТАСС, это младший жуз, то есть то, что как раз ближе всего к Башкортостану, то есть это западный Казахстан, и это довольно тоже большой род. У алтайских народов там Тастар, по-нашему Тазлар, а в алтайских языках это Тастар. У киргизов есть, значит, и так далее, и так далее, и так далее. Распространённое название, поэтому тут что-то конкретно сказать ничего нельзя. Ну, давайте теперь о территории, которая здесь, в Башкортостане, они очень компактно проживают. В основном территория Бураевского района, Бураевского и соседнего Болтачевского района. Самое главное – коренные деревни, откуда потом всё остальное отпочковалось. То есть это аулы Старый и Новый Тазлар. Когда вот едете вы, это развилка в сторону Болтачевского района, едем на север, вот как раз мы эти населённые пункты проезжаем, Старый и Новый Тазлар, деревни Юмакай, Варзитамак, Каргалы, Кутлияр. Это вот в Бурайском районе. А в Болтачевском районе, опять же, Каргалы, это уже старые, потому что в Бурайском были новые Каргалы, Сейтяк, Тучибай или Тучубай, как они говорят, и Шавьяды Тучубай. Всё, значит, там, на территории уже Болтачевского района. Какие документы сохранились у них, особенно из средневековой, может быть, или поздней средневековой истории? Да вот в том и дело, что была очень тяжёлая такая непростая судьба. Вот то, что сейчас от Тазларовского рода осталось, это небольшая территория. В прошлых программах мы говорили, что была мощная миграция на север Башкирии, зауральских башкир, то есть на территории Татышлинского, опять же, Болтачевского, Аскинского района. Была мощная миграция зауральских башкир и, значит, каратабынцев, которые стали известны под названием Иракте. Вот эти ирактинцы, когда пришли, представляли собой такой военнослужилую знать, и вот они, как бы сейчас сказали, по беспределу начали у тазларцев отнимать земли. Видимо, не нашлось, кто бы вступился за них, за тазларцев. Они так и сами это и написали. Вот там Галия Чукури, представитель рода Иракте, в своей родословной Шижире он так и описал, что там потеснили тазларцев и так далее. То есть всё это описано. Вот эти земли у тазларцев довольно-таки были обширные, вотчины на севере добровольно-принудительно отдать ирактинцам и другим вот этим родам воинственных табынцев, которые пришли из-за Урали. Как таковых, конечно, Шижире тазларцев не сохранилось, к сожалению. Документов тоже не так много, но они есть. Документы начала XVII века по тазларской волосе. Так что по ним мы можем примерно знать их территорию. Если вот говорить об их выдающихся представителях этого рода, первое, что вспоминается, конечно, самый выдающий человек, тазларец, это, конечно, Медхат Шакиров, первого секретаря Башкировского обкома партии, говоря современным языком, президент. Тогда Башкрутстан, в общем-то. Вот, может быть, о нём немножко поговорим, коли есть у нас повод. Вот там сейчас много споров, кто-то пытается его каким-то монстром изображать, другие изображают там чуть ли не ангелом. Конечно, это, скажем, людские пересуды, если мы будем подходить к нему как к историческому деятелю, то, естественно, это выдающийся человек, который оставил выдающийся след в истории Башкрутстана, вот какой экономический потенциал есть у нашей республики. Всё это было... В период под его руководством. Всё создавалось, именно вот вся наша нефтехимия и так далее, всё это Медхат Закиров Шакиров. При том, что, в общем, у него сельскохозяйственное происхождение. Да, вот его предки родились в деревне Тазларово. Вот они были башкирами, но находились в Тептярском сословии. То есть, обеземелившись, я же вам говорил, что там сложные процессы происходили, обеземеливание и так далее. Тептярский исак... Было много легче башкирского исака, вернее, Тептярский оклад. И многие башкиры добровольно просто переходили, не снеся вот этого налогового времени. Сам Медхат Закирович Шакиров родился уже в деревне Карача-Елга. Это Кушнаренский район. То есть, не в своей деревне. Почему? Потому что его деда отправили туда, в Карача-Елгу, указанным улой. То есть, тогда было Магометанское духовное Оренбургское собрание, которое там направляло, говоря современным языком, по распределению, куда отправить, туда едут. Его дед был отправлен туда, соответственно, уже отец его там родился, и сам он там родился, в деревне Карача-Елга. Поэтому многие путали там, думали, что он местный Карача-Елгенец, но нет. А Карача-Елга – это деревня Башкир-Канлинской в области. И думали, что он канлинец. Вот теперь, когда мы начали заниматься его происхождением, выяснилось все-таки, что он тазларовец. Как раз это повод поговорить о том, почему башкирские рода теряли свою экономическую базу, скажем так. Что-то, что нужно сохранять. В какой момент это перестало быть важным? Ну, или таким важным, как было раньше? Оно было всегда важным. Это земля же, она и сейчас. Это же коренной вопрос. Как ни крути, советское время наверняка сильно поменялось взаимоотношения в этом вопросе. К земле? Да и вообще даже к ощущению себя. Нет, это понятно. Но мне интересно, это произошло до советской эпохи? Вот эта утрата такого ощущения себя, как часть рода? Просто потому, что в конец XIX века это частная собственность, которая развивается в том числе и здесь? Или это уже в советский период? Вот я же говорю, значит, у башкир-вотчеников это принадлежность к роду, она сохранялась, и сейчас она сохраняется. То до конца оставался вотчеником, поскольку он был связан с землей, и он знал, что он владелец этой земли. То есть, мы знаем, да, вотчинное право было отменено в 1917 году декретом о земле. А те башкиры, которые уже утратились связь с землей, допустим, башкиры в сословии Тептерей, они уже, по крайней мере, у них не было уже чувства собственника, не было. Они, конечно, были привязаны к своей деревне, они знали, кто они, чего они, но они уже не являлись собственниками. А когда ты не собственник, у тебя и ответственности уже, собственно, большой-то нет. Что там для тебя уже все, для тебя земля просто, это уже, скажем, элемент каких-то товароденежных отношений и так далее. То есть, все. А в отчениках нет, у отчеников там было особое отношение. Ну, кстати, и поэтому, может быть, Тептери, поскольку они к земле не были привязаны, они были тогда самой модернистской частью башкирского общества. Не были, так сказать, вот как сидеть там кулик в своем болоте. Движущие силы перемен. Да, ну, посмотрите, кто были во главе башкирского национального движения. Тептер Ахмедзаки Валеди, его заместитель Мулайан Халиков Тептер, потом Медхат Шакиров, тоже из сословий Тептерей, понимаете? То есть, это интересное социальное явление, которое, в общем-то, наверное, надо еще изучать. Давно понято, что лучшие средства от революции – это собственный дом, собственная земля. Дом с полисадником. Да, да, да. Вот примерно то же самое. А это люди были уже другого склада, это были уже люди XX века. Они были уже абсолютно адекватны своему времени. Видимо, поэтому история там и выдвинула их в свой авангард. А в советское время, да, в том числе руководители Башкортостана, насколько они себя считали, насколько они могли говорить о том, что они принадлежат какому-то роду? Или это было не принято? Я думаю, Шакиров вряд ли знал, какой там он род, чего. Я думаю так, поскольку они уже даже вне своей волосной территории они жили, то есть, у них это было утрачено. Но они не мыслили уже категориями рода, они уже мыслили таким понятием, как национальный проект и так далее. Недаром же Митхат Закирович Шакиров, когда уже запоздал, пришел в 70-х годах, в чем его обвиняют некоторые товарищи соседней республики? Что он якобы насильно начал вводить там башкирский язык в северо-западном Башкортостане. Его вот больше всего за это ругают. Что значит насильно? Значит, насильно там никого не вводили? Да, конечно, директивно. Тогда все было по директиве. Если это называть насильно, тогда да. Но там ведь подходили как? Подходили тоже избирательно, не сплошняком. Допустим, в татарских селениях это не вводилось. Это вводилось вот именно в тех этнических башкирских селениях северо-западного Башкортостана. Тогда это было легко очень проверить. Не нужно было даже для этого архива поднимать. Там приезжаешь в деревню, кто там вы? Мы, те-то. Ага, все, вот мы вводим. Вот я программу сделал, да, там историческую среду про него. И вот сын его давал интервью. В общем-то, правильно было сказано, что вот вся экономическая мощь республики была создана при Шакирове. При Рахимове уже создавалась как бы и социальная инфраструктура, там, значит, дороги, там все. То, что было, кстати, упущением вот того периода Шакировского. Потому что там был гипертрофированный акцент на развитии промышленности. А социальная сфера была, абсолютно была. Там, ну, вы помните это время, за колбасой, значит, Москву ездили. В городе там нормально, просто даже системы общепита нормально не было. То есть вот эта сфера, конечно, она сильно отставала. И вот как раз во времена уже Рахимова вся вот эта социальная сфера, там, газификация, там, дороги, поднятие, значит, села и так далее, и так далее, и так далее. Они как бы взаимодополняющие, так сказать. Фактически Рахимов продолжил, вернее, доделал те проблемы, которые накопились в правлении, значит, Шакирова. Два деятеля, это 20 лет, то 20 лет подняли экономическую мощь республики и, в общем-то, и социальную сферу вытянули на небывалые рубежи. Ну что ж, я напомню, это была программа «История башкирских родов». Мы говорили о роде Тазвар сегодня и об одном из известных людей, который как раз из этого рода вышел. У микрофона были Максим Курников и Салават Хамедуллин, руководитель автономной некоммерческой организации «Шижерия». До свидания. До свидания.